И так, ну что ж, ариеру, мои маленькие любители квадратной шурмы, и мы продолжаем играть на такой увлекательной сборочке, как StoneBlock 2. Ну, в принципе, за кадром не было таких вот каких-то особых изменений в плане геймплея, за исключением того, что я занимался оформлением вот этой вот комнатки. Именно эта комнатка у нас ответственная за производство всех ресурсов, которые мне могут понадобиться когда-либо и в дальнейшем. Ну и в принципе, я думаю, что объяснять принцип работы вот этой вот пока незаконченной нашей комнаты подробно объяснять я не буду, и я остановлюсь лишь в кратких моментах. Вот эта вот наша часть единственная отличается от всей нашей основной фермы, только потому что тут находятся три наших ресурса, которые нам нужно компрессовывать до режима блоков. Это пробуждённый слиток дракониума, это просто слиток дракониума и блок редстоуна. Зачем всё вот это нужно, это всплывет чуть попозднее, но поверьте, то что вот этот вот уголок нужно иметь просто в необходимом масштабе. Дальше у нас идут просто обычные курицы, которые высирают нам непосредственно простым образом наши яйца. Соответственно, как я и говорил, я всех куриц улучшил здесь до 10 уровня, и все яйца, которые высирают наши курицы, попадают непосредственно в наши базик драйверы. Некоторые драйверы улучшены до 1 тира, а некоторые до 2 или более тиров. Пока я не сильно заморачивался и разместил здесь непосредственно тех курей, которые в принципе мне могли бы когда-то понадобиться или понадобиться в будущем. И тут мы можем наблюдать также кучу свободных ячеек, и это непосредственно заточено на то, что если мне вдруг понадобится какой-то ресурс, я размещаю сюда курицу, настраиваю так, чтобы сюда в драйвер попадал непосредственно ресурс, который она несет, и я получал непосредственно этот ресурс. Ну а теперь в двух словах, как это все устроено, на самом деле тут нечего пугаться. У нас здесь стоят два роста из этого мода, непосредственно сам драйвер. И непосредственно все это соединено нашими кондуитами. Чтобы кондуиты у нас вот так вот не стыковались, я просто разъединял их с помощью ключа. И непосредственно кондуит из роста настроен на непосредственно экстракт всего, А в драйвер он настроен как insert всего И в принципе вот эта вот ферма у нас продолжает работать И очень даже эффективно И приносит мне даже большую пользу Ну и в принципе на этом, наверное, моменте Все те изменения, которые у меня были совершены Они закончились И эта серия планирует быть очень насыщенной событий Потому что я задумал нечто очень даже глобальное Как мы можем помнить В прошлой серии мне выпал такой охеренный просто шанс И мне выпал Angel Ring Для этого просто нужно невероятный скилл удачи И мне в этот раз повезло Вам могло не повезти Но было бы очень глупо не воспользоваться той возможностью Которая у меня возникла сейчас И в принципе нужно воспользоваться этим кольцом В принципе это кольцо позволяет нам летать Но не за бесплатно, а за так называемую GP энергию Это специальная энергия, которая добавляется нам С помощью непосредственно мода Extra Utility Для производства этой энергии Как ни странно, очень замечательно подходит Water Mill Только к сожалению, Water Mill нам нужно Чуть в большем объеме, чем есть сейчас Для этого нам потребуется вот такая вот вещь в виде резонатора Крафт в принципе у резонатора простой И все эти ресурсы мы так или иначе можем получить И давайте его замечательно с крафтами Резонатор мы забираем замечательно Например я его поставлю вот здесь И резонатор это тот блок с помощью которого Мы из GP энергии можем получать какие-то различные ресурсы Но первоначальную GP энергию можно в принципе взять с помощью RU И если бы у меня не было этих Water Mill Я бы непосредственно так и сделал Но так как они у меня есть, опять-таки Будет очень глупо ими не воспользоваться В принципе я думаю генерации всего подойдет Как нельзя лучше вот это вот место И давайте же в принципе приступим к тому Что будем их размещать Принцип у всех этих Water Mill До безумия простой Вот этот Water Mill непосредственно будет работать Когда на него будет течь Нестоячая вода И как только блок течет Сюда непосредственно в наш Water Mill Он производит нам GP энергию Если мы сейчас со второй стороны Тот же источник по ключам И он уже производит нам 8 GP энергии И сейчас нужно подключить таким же образом Остальные Water Mill И как можем видеть После постройки даже двух штук Они нам производят в общей степени 32 GP энергии Тик А потребляемая наша мощность Это 1 И поэтому сейчас у нас по идее В эксплуатации 31 штука Кольцо же потребляет 32 энергии И по идее мы сейчас можем взлететь Но это сделаем максимально неуверенно Хотя Как мы можем видеть То что нет Мы все-таки взлетели И у нас в полной степени Есть теперь креативный полет Что есть замечательно И вот этот вот Резонатор по идее нам не нужен И поэтому его даже распахивать Сейчас не буду Потому что в этом нету Теперь абсолютно никакого смысла Ну и все Вот эти вот все наши по идее И мельницы и не мельницы Размещены Я понимаю то что Вот эти два гриды Работают даже не в полную мощность Ну и фиг с ним Потому что мне хватает В принципе этой всей энергии Для полета Ну и теперь я наверное и хотел бы заняться тем Что написано у меня В названии этого видеоролика И да Теперь я буду строить Полностью автоматическую ферму Незер Старов Как вы понимаете Для Незер Старов Нужны Исушители И для Исушителей Нам нужно три момента Это непосредственно Способ убийства Соул Сент И Визер Головы Визер Головы мы знаем Откуда брать Это непосредственно с фермы Соул Сент мы можем брать Непосредственно С помощью наших курей Потому что есть такая Замечательная возможность И осталось Способ убийства Непосредственно Наш весь механизм Будет нацелен Непосредственно на это Для его убийства Нам потребуют Только две штуки Это непосредственно Блоки Которые Визер Исушитель Не способен Будет разрушить Ими является Вот это вот Reinforced Obsidian Крафт у него до ужаса Простой И мы даже когда-то По-моему его крафтили И также Моб Гриндер С помощью которого Мы будем убивать Этого Исушителя Ну и тут К счастью появляются Те блоки Которые мы Никогда с вами И не крафтили Например Это вот это вот Драконик Кор И непосредственно Дракониумы и слитки Но благо Я заморочился Этим заранее И слитков дракониума У меня уже есть В неограниченном объеме А значит то что Крафт этих коров Не составит вообще Никакого труда И когда же было Скрафчено Необходимое количество Нашего Reinforced Obsidian А также Наш Моб Гриндер Я советую Запастить еще Парочкой Интересных ресурсов Нам также Понадобится Advanced Item Collector Любой обычный сундук Нам потребуется Дизлокатор И спектральная катушка Которая будет Непосредственно Снабжать энергией Наш Гриндер А дизлокатор Крафтится до ужаса Просто Самый простой Способ его получить Непосредственно С нашего легендарного Сундучка Ну и теперь Непосредственно Нам нужно Выкопать специальную Комнату И подготовить Непосредственно Место Где будет убиваться Наш непосредственно Сам Визор босс Она должна Из себя представлять Некое пространство В виде Куба 3х3х3 И оно должно Состоять Полностью Из воздуха А вокруг Непосредственно Самого куба Должен Образоваться Куб 5х5х5 Полностью Состоящий Из reinforced Obsidian Кроме Одного блока И в принципе Вот таким вот Отверстием Может являться Любой центр Одной из Вертикальных стен В этот центр Мы должны Разместить Непосредственно Наш Гриндер Когда мы его Разместили На него Shift правый клик Я ставлю Спектральную катушку И наш гриндер Начинает Тем самым Запитываться Что и нужно Нам было Изначально Также я выкопал Теперь непосредственно Небольшое пространство Под всем Нашим кубом Сюда я размещаю Непосредственно Наш сундук Прям под центр И на него Я ставлю Advanced Item Collector И непосредственно Теперь весь лут С визер боссов Будет складироваться У нас в наш сундук Полностью В автоматическом режиме Ну а теперь Я думаю Мы должны с вами Сделать Очень важную вещь Которую мы с вами Успешно Сделать забыли Мы должны Встать Ровно в центр Этого всего Нашего куба И нажать Shift Правая кнопка мыши И таким образом Наш дизлокатор Заполнит Именно вот это Вот положение Что нам нужно Будет только Чуть позднее Замечательно И таким образом Киллзона для наших визеров Успешно готова Ну и теперь Нам с вами Непосредственно Потребуется Та вещь С помощью которой Мы будем призывать Этих визеров Полностью В автоматическом режиме Для этого На самом деле Потребуется много вещей Но основные Из этих вещей Переставлены у вас На экране А именно Алоэ вайр Дракониум Инфюджин Обсидиан Дизлокатор И непосредственно Эндр сундук У крафта У дизлокатора Изичный Просто Очень простой А у Обсидиана Из дракониума Достаточно Тоже проблематичный Но скрафтить Мы его Благо можем И благо То что нам Требуется Его в меньших Количествах Я даже думаю То что В количестве 32 штук Нам его Даже очень Хватит за глаза И теперь Мы крафтим Дизлокатор Все замечательно Три основные вещи У нас готовы И мы можем В принципе Пойти Их Начать Размещать И когда У нас теперь Было Приготовлено Небольшое Такое Пространство Для призыва Мы можем Начинать В принципе Строительство В основе Всей этой Конструкции Лежит Очень простой Но от этого Еще более Интересный Мод Дракониума Эволюшн С помощью Непосредственно Этого Мода Мы с вами С помощью Вот этого Непосредственно Оранжевого Обсидиана Строим Такую Конструкцию Издали Напоминающую Рамку Портала Теперь Непосредственно В одну Из его Сторон Мы ставим Непосредственно Наш Дизлокатор И Теперь Правую Кномку Мыши Нашим Дизлокатором По Месту Дизлокатора И Все Замечательно У нас Образовался Здесь Портал И то есть Любой Блок Или Моб Или Что-то Другое Который Попадет В этот Портал Очутится У нас В нашей Комнате Поскольку Наш Дизлокатор Изначально Был Привязан Непосредственно К тому Месту В этой Комнате Давайте Попробуем Сейчас Провести Эксперимент И Выкинем Сюда Коблстоун И Если Я все Правильно Понимаю Наш Коблстоун Должен Был Появиться В этой Комнате А так Как У нас Настроен Сундук На сбор Всего Что Попадает В эту Комнату Мы Можем Наблюдать Этот Коблстоун Здесь Замечательно Теперь Мне нужны Вещи Которых Я говорил Чуть Ранее До Этого Это Визор Головы И Соулсенд И к счастью Курица Из Соулсенда Непосредственно У нас Крафтятся Они Скрещиваются Честно Для меня Это Удивление И Наверное Я уже К вам Подключусь Как только Уже Скрафчу Десятого Уровня Нашу Курицу И 16 Наших Курии Уже Находится У меня В руке Естественно Нам В таком Количестве Они Не Нужны Но Пусть Будут На самом Деле Прозапас Конечно Я уверен Что вся Эта ферма Работает У нас В полуавтоматическом Режиме Нам Нужно Лишь Заспамить Из Визора Но Я бы Хотел Проверить Прежде Чем Начинать Дальнейшее Ее Строительство Для Этого Я Непосредственно Здесь Хочу Спортировался И Сейчас Смотрим Убьется Леон Все Он Зарвался Замечательно Он У нас Сразу Умер И Мы Получили С него Весь Дроп Который Мы Могли С него Получить И Это Очень Классно Ну А пока Теперь Нам Потребуется Наверное Вот Эти Вот Алой Вайр Крафт У них Достаточно Простой Для Этого Требуется Лишь Алой Ингот А Он Крафтит Всего Лишь Из Редстоуна И Железа Что У меня В гигантских Количествах Также Нам Потребуется Таймер И Один Всего Репитер Но Также Нам Нужно Скрафтить Очень Такой Нам Важный Предмет Это Блок Плейсер Блок Плейсер Это Блок Который Позволяет Размечать Любого Рода Блоки И С помощью Него Будем Строить Наш Визор Босс И По итогу Блок Плейсера Нам Непосредственно Нужно Разместить Именно Вот Таким Вот Образом И Ничего Не Путай Иначе Возможно У вас Все Не Заработает Должным Образом Четыре Блок Плейсера У нас Размещены Над Одним Из Блоков Порталов Именно Буквы Т И С помощью Них Мы Будем Размещать Весь Наш Соул Сент Над Буквой Т Я Размещаю Наш Руст С нашей Курицей И Наша Курица Непосредственно Будет Нести Наш Соул Сент Полностью В автоматическом Режиме Будет Заполнять Наши Блок Плейсеры Главное Чтобы Он Это Делал Равномерно И Чтобы Все Они Были Заполнены И Теперь Наша Задача Стоит В том Чтобы Наполнять Блок Плейсеры Которые Должны Размещать Наши Головы Непосредственно Самими Головами Для Начала Эти Блок Плейсеры Должны Находиться Над Тем Местом Где Должны Были Быть Гипотетически Головы То есть У нас Головы Должны Были Размещаться Именно Вот Здесь Но Из-за Специфики Каких-то Там Высших Сил Блок Плейсер Размещает Головы Как Неполноценный Блок И По факту Только Для Этого Для Того Чтобы Доставлять Наши Блок Плейсеры Наши Головы Я Просто Банально Использую Пока Что Кондуиты И Драйвер Пока Без Автоматических Их Добычи Но Даже Такой Вариант Меня Полностью Устроит На данном этапе Теперь Наверное У нас С вами Осталась Самая Важная Задача Непосредственно Запитать Эту Всю Ферму Чтобы Она У нас Работала А запитывать Мы ее будем Конечно же Редстоуном Для этого Непосредственно Я Над Первым Слоем Наших Плейсеров Размещаю Вот Эту Алой Вайр И Ради Теста Я Решу Запитать И Замечательно Мы видим То что Все наши Блок Плейсеры Сработали И Разместили Непосредственно Вещь Наш Необходимый Соулсенд Теперь Точно Таким Же Образом Я Над Нашими Блок Эти Три Блок Плейсера Запитать И Я Подаю На них Сигнал Редстоуна И Замечательный Визор У нас Заспавнился И Уже Отправился Наш Киллбокс Все Замечательно То есть Это наша Ферма Работала Теперь Остались Лишь Последние Штрихи И Все Замечательно У нас Ферма Полностью Построена Для Этого Нужно Лишь Провести Вот Алой Вайры Куда-то В рандомное Место По сути Можно было бы И разместить Где-то Здесь Но Я так Скажу То что Мне удобнее Эту панель Разместить Непосредственно Вот здесь Эта панель Состоит Из обычного Рычага И непосредственно Нашего повторителя Это сделано Затем Чтобы Непосредственно Наши головы Ставились После Нашего Соулсэнда Потому что Когда они Ставятся Одновременно Майнкрафт Отказывается Адекватно Воспринимать Это как Действие И отказывается Просто банально Спавнить Нашего Визера Поэтому Нужно Размещать Их Непосредственно По Отдельности И с помощью Этой задержки И теперь Каждый раз Когда я буду Дергать За этот рычаг Будет спавниться Визер Босс И отправляться В эту комнату Теперь вместо Того Чтобы я Участвовал Непосредственно В процессе Спавна Наших Боссов Я включаю Сюда Автоматику Я ставлю Сюда Таймер Задержки Пока что 260 секунд Она также Будет Автоматизироваться И теперь Каждые 260 Тиков У нас Будет Спавниться Визер Босс И он Будет Автоматически Также Убиваться Такая Большая Задержка Нужна Только Для того Чтобы Не Нагромождать Их Большое Количество И чтобы Они успевали Убиваться До того Как Начнут Буянить Поскольку Если Они Начнут Буянить То Все Мое Хозяйство Полетит В Тартар И это По факту Все Что нам Требуется Для Убийства Наших Визеров И Теперь Нам Требуется Только Поместить Туда Большое Количество Визер Голов Чем У меня Есть Сейчас Но Этим Мы уже Займемся Думаю В следующей Серии Ну а Пока Все Спасибо Что Смотрели У микрофона Был Как Всегда Ваш Покорный Слугам Амор Еще Услышимся Всем Тортик Ну и Уже По сложившейся Раз Это Был Вот Этот Комментатор С Этим Комментарием Я Поздравляю Тебя Человек С Вот Этим Ником Ты Теперь Висишь На Доске Почета Но Также Хочется Выделить Тебе Ну и В принципе Всем Вам Безмерную Благодарность За Вашу Активность Под Видеороликами И За Ваши Комментарии Мне Это Безмерно Приятно И Хочется Сказать То Что Вы Сюда Можете Попасть Не Единожды И Я Вас Уверяю Второй Раз Вам Обязательно Понравится Даже Больше Чем Первый Ну а На Этом Все Всем Удачи Всем Пока Всех Целую Всех Люблю